Добрый день, доброе утро! Спасибо большое, спасибо. Такая скромная. Начнем. Итак, модуль первый. Вчера у нас был, мы поговорили про вебинары, про стратегии, про то, что нужно для начала, как проанализировать рынок, что нужно поискать, посмотреть, чем отличается массовый продукт от эксклюзивного, голубой от океана, от розового. Что на самом деле сегодня актуально, с чем выходить в прекрасный 2017 год, замечательное число такое, цифры, поэтому, конечно, многие из нас планируют что-то новое, интересное. И я надеюсь, что одной из целей будет это реализация ваших онлайн-проектов. И сегодня у нас это второй модуль. Мы с вами поговорим про пошаговые действия, что нужно сделать для того, чтобы все-таки сделать запуск, и какие навыки ведущего нужны. То есть, тоже, надеюсь, будет полезно. И вы для себя просто увидите, пропишите, что вам делать и на что обращать внимание. Завтра тоже мы затронем тему инструментов, которые необходимы для работы с вебинарами. Что делать, какие существуют программы. Завтра я уже буду давать какие-то ссылочки для регистрации, чтобы вы там могли уже начать разбираться. Хорошо. И еще раз, да, с кем мы не знакомы, Екатерина Боровик-Пенкова, на рынке вебинаров с 2009 года занимаюсь, обучаюсь, модерирую, занимаюсь организацией, трансляциями и самопроведением. Кто еще не писал вчера, например, в чате, из каких вы городов и цель вашего участия, можете об этом написать. Но я смотрю, что именно все знакомы практически. Гульнара к нам включилась. Супер. Я говорила вчера, что вебинары можно упаковывать потом и продавать, что можно работать как партнеры, что можно обучаться и оффлайн, и онлайн, и можно на консультациях. То есть, все возможно, главное желание и ваша готовность, ваша такая мотивация. Вот. Мы поговорили вчера про стратегии, да, про стратегии, какие существуют здесь стратегии, какие есть виды вебинаров, какие стратегии, какие есть проблемы, с чем приходится сталкиваться, и какие желания помогают реализовывать вебинары, какие есть перспективы и актуальные направления. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть в записи. Ольга пришлет ссылочку на лендинг наш, да, 1.webinar.dom.com. И вы сможете посмотреть уже запись и про стратегии, там будет информация про 10 стратегий, да, с каких начинать лучше, ну, всего лучше начинать, да, с бесплатного вебинара или там с видео и так далее. Я вчера подробнее рассказала. И сейчас, конечно, мы переходим к сегодняшнему модулю. Что же делать, как быть, с чего начать, когда есть такое желание и цель. Ну, конечно, с навыков, да, наверное, тоже это важно. И навыки ведущего вебинара, да, навыки ведущего вебинара, они на самом деле, ну, важно вам понимать, что вам нужно для этого. Вы можете сейчас нарисовать круг, нарисовать круг. И для себя расчертить на 8 частей его, ну, кто знает, ну, это из колеса баланса, но мы его и здесь тоже применяем. Вот. И написать, какие все-таки навыки вам необходимы, какие навыки вам необходимы для того, чтобы все-таки начать вести вебинары, да, какие-то, может быть, личностные, профессиональные. Например, там, улучшить профессионализм свой, в какой-то, ну, в своей теме, да, как вариант. Или там стрессоустойчивость, да, чтобы там, ой, если что-то произошло, там, как-то адекватно реагировать. Или там голос, да, может быть, кому-то не нравится. Или как, ну, коммуникация с участниками. Или, может быть, продающие какие-то навыки, да, чтобы не было там страха продаж или что-то в выставлении счета или рассказывать про платные программы, да, может быть, этого не хватает. Уверенности, может, какой-то, да, не хватает. Технических, там, знаний, да, например. Ну, это как больше профессиональный уже навык, но, опять же, здесь должна быть усидчивость, да, здесь должно быть тоже какое-то время на это выделено. А вот, может быть, еще что-то, да, что-то такое, что поможет вам, там, легко, легко работать в формате онлайн, и, там, эти навыки поддержат вас, да, в проведении вебинаров. Ну, например, может быть, еще что-то вспомните, напишите, пожалуйста, в чате, поделитесь, как вы думаете, какие навыки нужны ведущему вебинаров, что, что такое он должен делать, чтобы люди приходили, участвовали. Может быть, харизма, кстати. Многие говорят, харизма, это важно. Вот, может быть, еще что-то. Коммуникабельность, да, у меня написано вот здесь коммуникабельность. Вот, подумайте, да, что, когда вы видите ведущих вебинаров, да, что вы видите, может быть, то, что, чего им не хватает, да, чтобы вы усилили. А может быть, вы задумываетесь, думаете, что вам бы тоже это не помешало. Вот, обратите внимание, да, вы наверняка уже участвовали во многих вебинарах, и есть какой-то такой опыт. Может быть, на кого-то, ну, хотели бы, да, тоже так же ораторские, там, какие-то, какое-то мастерство. Вот, то есть вы делите круг на 8 частей и прописываете вот эти вот свои навыки, да, то, что необходимо. Практический опыт, простота в донесении информации. Прекрасно. Практика, да, много практики, например, и там простота донесения информации. Да, как вариант. Вот, и отметьте, отметьте, пожалуйста, у себя на этом колесе от 0 до 10 по каждой, по каждой линии, насколько вы сейчас, на данный момент времени, на данный момент времени, насколько у вас есть этот навык. Да, вы сейчас, честно, будете сами с собой, это не нужно мне отправлять или участникам, ну, просто для себя, да, чтобы сделать такую диагностику, на что обратить внимание в первую очередь. У меня заинтересовать, пишет Оля, помощь в интересующих вопросах. И вы, прописывая какие-то навыки от 0 до 10, да, вы ставите, например, так, стрессоустойчивость у меня, ну, там, на семерочку, будем так говорить, голос, ой, голос тяжело, на пятерочку, да, коммуникативный, там, на девяточку, уверенность в себе, там, ну, на семерочку. Технические вопросы, там, на двоечку, харизма, ну, ладно, там, на шестерочку вы себе ставите. Ну, я сейчас очень образно, да, там, практических вообще много, на десяточку. Вот, и вы отметите так все свои навыки от 0 до 10, просто взять такую диагностику для себя. И когда вы это сделаете, поставьте плюсик в чате. Когда вы это сделаете, поставьте плюсик в чате. Не нужно преувеличивать, не нужно скромнейший, да, вот как есть на самом деле и достаточно. Вижу, Ольга, Татьяна, Елена, Вероника, хорошо. И теперь мы отмечаем, да, точнее, соединяем. Вот, и смотрим, какие же все-таки навыки, какой же, какой навык все-таки меньше всего, да, ну, там, может быть, не знаю, может быть там голос, да, и технические, и дальше харизма, да. То есть первое, вот у меня, например, как пример такой, на первом месте голос, голос, втором технические, третий харизма. Третий харизма. Так, и теперь отметьте для себя, на первом месте, какой навык вы все-таки поставили на первом месте. Какой вы навык все-таки поставили на первом месте. Так, технически, ага, у кого еще что? Стресс, технические моменты, коммуникабельность. Видите, насколько, как бы, да, много у всех по-разному. И теперь, теперь напишите, пожалуйста, отдельно этот навык, да, и напишите, зачем он вам нужен. Какую цель он помогает вам реализовать. Да, вот если, там, технические моменты, там, стрессоустойчивость, для чего вам это нужно, для чего вам это необходимо. Если вы хотите, там, на девятку, на десятку, да. Зачем, для чего, какая цель у этого. И что я могу сделать сегодня? Напишите три шага, которые могут вам помочь этот навык, начать с ним работать. Да, что вы уже можете сделать уже сегодня? Напишите три шага. Первые три шага. Что вы можете уже сделать сегодня, для того, чтобы развивать этот навык? Ну, чтобы вы становились в этом, не на там, троечку, четверочку, пятерочку, да, уже 9, 8, 9, 10. Напишите три шага и уточните, когда вы эти шаги сделаете. Дату, время, и кто вам в этом может помочь, или куда вам стоит обратиться, или где найти ответ на то, как улучшить этот навык, да, у кого спросить и так далее. Что я могу сделать уже сегодня? И пропишите, да, то есть, рядом даты, себе, ну, какие-то пометочки, потому что мы все начинаем с понедельника, с нового года, вот, и так далее. Все, все, после того, как купим кроссовки, да, вот, бегать, ну, и так далее. Так же и здесь, да. Классно, начну делать сайт, ну, в следующем году, да. Вот, то есть, хорошо, даже если это в следующий год, да, вот, то есть, что-то сейчас вы точно не можете, то не нужно через себя там перепрыгивать, вот, реально. Ну, просто посмотреть, насколько вы действительно этого хотите. Или все-таки лучше посмотреть сериалы, или все-таки лучше уже начать делать сайт. Ну, у каждого свои пожиратели времени, да, есть там. Иногда мы много времени в соцсетях проводим, хотя, ну, можно в это время сделать какую-то полезную деятельность. Вот, ну, опять же, здесь все нужно индивидуально смотреть, но тем не менее. А что будет, если вы этого не сделаете? Что будет, если вы этого не сделаете? Что будет, если вы не сделаете эти три шага? Что будет, если вы не сделаете? Что будет, если вы не сделаете? Мы часто думаем, что мы сделаем, да, вот, и не задумываемся о том, что если мы не сделаем, и напишите тоже в чате, что будет, если вы этого не сделаете, чтобы я видела, что мы идем дальше, и будет реализация моих других навыков. Тоже можете для себя хотя бы, да, написать, ну, каких именно, насколько это действительно важно. И второй вопрос, что будет, если вы это все-таки сделаете? Что будет, если вы это все-таки сделаете? Я каждый раз с группой, когда, ну, вот этот был, да, такой же круг, не раз уже веду этот вебинар, и я для себя тоже поставила цель путешествовать и в онлайне работать, да, путешествовать, в онлайне работать, показывать, что это возможно. Я очень хотела в Таиланд, вот, и я понимаю, что, ну, если я этого не сделаю, то все уже, ну, все, у меня нет вдохновения где-то, ну, как я могу людям рассказывать, что можно путешествовать, там, жить где-то и вести вебинары, вот. Я понимала, что все, развитие больше, ну, как бы, ну, не вижу, ну, не вижу, мне нужно реализовать это, вот. И, конечно, оказалось, что много страхов в этом во всем, да, было, но, тем не менее, удалось, удалось через вот эти вот все такие вопросы и так далее, что, если я это сделаю, я понимала, что я выхожу совсем на другой уровень, я уже буду знать, о чем я говорю и по-другому, там, многим вещам, и удалось три месяца путешествовать по Азии, вести вебинары, вот. И я могу сказать, что очень много мифов, что есть, да, про то, что это, как про то, что это, там, неудобно, плохо и тяжело, да, так и про то, что это вообще суперклассно, там, путешествовать и работать онлайне, вот. И после этого я поняла, что лучше работать, зарабатывать на вебинарах и путешествовать, вот, не обязательно в этот момент вести вебинары, да, просто путешествовать за эти финансы, вот, либо находить, ну, более места, там, где лучше интернет и так далее. Ну, вот, там очень много нюансов, я тоже подготовлю на эту тему вебинар, вот, потому что вот эти красивые, там, картинки, да, про все это, ну, на самом деле все зависит очень много от разных обстоятельств, вот. Вот, но теперь я могу сказать, что это уже было и могу об этом рассказывать, поделиться, да, и чем-то, чем-то помогать. Вот, поэтому, но бывают такие случаи, когда вы взвешиваете эти навыки, ну, эти цели и, ну, что будет, если я этого не сделаю? Да ничего не будет. Ну, то есть пойду другое что-то делать. И вот здесь это проверка вашей цели и ценности, как бы на прочность, да, действительно ли вам это нужно, на самом деле. Когда вы взвешиваете, да, что будет, если я это сделаю, что будет, если я это не сделаю, и вы понимаете, что, ну, не сделаю, не сделаю, там, ничего не произойдет, в принципе, как бы, ну, ну, ладно. Вот, тогда обратите внимание, стоит ли туда отдавать столько много времени, ресурсов и так далее. Может быть, не время, может быть, не эта тема, может быть, еще что-то. Это больше для этого, да, чтобы здесь зажгло, чтобы здесь какое-то вот такое вот появилось. А если, ну, не появляется, ну, может быть, ну, что-то, что-то еще поменять, где-то, ну, пересмотреть. Потому что очень многие так вот, а, хочу вести вебинары, зачем, что, куда, это работа, ну, это работа, это нужно сидеть, что-то делать, готовить эти презентации, вот, то есть, хорошо, что у меня уже курс готовый, я получаю удовольствие, презентацию раз, достала, что-то новенькое добавила, один-два слайда, и все, да, но уже сама база, эти презентации делала, там, неделями, да, на самом деле, вот, подобрать, там, это все написать, внизу контакты там оставить, ну, все это структурировать, всю эту программу, там, ночами, сейчас я достала, загрузила, и, ну, как бы, мне не надо столько готовиться, да, как раньше, ну, если вы ввели тренинги или еще что-то, вы тоже это знаете, понимаете, у вас тогда есть раздаточный материал, и все есть, и все готово, то есть, я немножко хотела вам показать про то, что, да, вот, как Дмитрий пишет, цена вопроса, да, готовы ли мы много в это вкладывать времени, своих ресурсов, энергии, там, финансов, и что получать, потому что, когда мы, ну, понимаем ценность, то это лучше и легче вам потом и везти будет, и продавать, и вы не будете продавать, вот, я считаю, что я не продаю свои вебинары, вот, я просто рассказываю, что есть, есть такие технологии, есть курс, хотите, приходите, вот, у меня мысли нету, что я там что-то там, как-то там, вот, этим занимаюсь или еще так далее, вот, поэтому вы просто тоже можете так рассказывать, и есть люди, которые, да, действительно пойдут к вам и захотят обучаться. Майндмэп для проекта, вам нужно взять лист А4, а у меня на самом деле ватманы и не один, вот, и мы будем рисовать с вами, да, майндмэп для вашего проекта, то есть посередине, да, посередине, напишите, пожалуйста, кто знает, что такое майндмэп, майндмэп, карта ума, да, такая вот, кто, кто, ну, даже никто знает, а кто умеет там работать с этим и так далее. Ну, практически, практически, хорошо, посередине вы пишете свой проект, если у вас нет названия пока, да, это пишите там проект Татьяны Емельяновой, да, там, или Марина Ивановская, то есть вы пишете онлайн, да, там, или вы пишете онлайн школа такая-то, да, или вы пишете онлайн курс такой-то, или вебинар такой-то, или тренинг такой-то, То есть это своеобразный вебинар, это проект, нужно к этому относиться, как к проекту, можно точнее. И дальше вы делаете такие вот, ну пусть пока там, например, 4 штучки, сюда и 4 сюда. И дальше вы будете уже смотреть и прописывать, да, смотреть и прописывать. И здесь у вас будут еще квадратики, квадратики, он такой будет очень большой на самом деле, потому что вы только начинаете. И в первом вы, например, напишите личный бренд, личный бренд. Ну здесь у меня крупно получается, я как бы так, чтобы красивенько померить. А здесь вы напишите, например, программа, да. Дальше вы напишите, например, там площадка. Тоже буду сокращивать. Так, хорошо. И дальше у нас сегодня с вами пошаговая, да, такая вебинар пошаговый, поэтому я вам расскажу, какие дальше шаги будут. Смотрите, что необходимо для личного бренда. Да, вот тут давайте, вот элементарно. Напишите, пожалуйста, что нам необходимо. Например, фотография, правильно? Фотография. Нужна фотография, потому что вас не знают в интернете, например, вы не продавали, не делали вебинары никакие там. Ну, у вас есть в соцсетях какие-то фотографии. Вот, но они там, вы меняете их, или они из домашнего, может, какого-то архива, да. Вот, то есть нужна фотография, да, получается, нужны фотографии. И мы сейчас с вами будем разбирать, ну, вы будете, точнее, я вам скажу, что разбирать, а вы потом для себя пропишите фотографии. Какая фотография нужна? Нужна фотография профессиональная, да, профессиональная фотография для того, чтобы у вас был какой-то стиль, какой-то имидж. И люди у вас могли узнавать в интернете, там, о вашей фотографии. Это уже вызывает доверие. То есть для того, чтобы сделать фотографию, что нам необходимо? Сделать профессиональную фотосессию, правильно? Сделать фотосессию. И от этого вы уже дальше будете писать, да, тоже, опять же, сделать фотосессию. Когда, да, там, где, сколько денег, да, какой стиль, там, макияж и так далее, и так далее. Или вот здесь не помещаются у меня. Ну, то есть вы прописываете, сделаете фотосессию, и вы уже дальше думаете, да, что вам это необходимо, там, до Нового года сделать. Ага, вот платье там есть или костюм. Так, еще один стиль, второй стиль. Возьму с собой, может быть, ноутбук, наушники, ну, что за такое, да, или как-то в кабинете сделаю фотосессию. То есть вам нужно продумать, как, что это будет сделано, кому нужно позвонить, какому фотографу, где найти этого фотографа. И договориться, да. То есть вы разбиваете такой большой-большой проект вот по таким-по таким шажочкам. Только тогда это начинает работать. Ну, это так. Вот, потому что без этого, ну, дальше, ну, как бы, да, можно добавить. Сейчас есть хорошее, можно с айфона добавить фотографии, все. Но я рекомендую, и я знаю, замечаю и наблюдаю уже много-много лет, что чем лучше и качественно вы себя показываете, преподаете, тем больше к вам внимания, доверия, вопросов, уважения, да, интереса и так далее. То есть потом вы уже можете добавлять там ленту или еще куда-то, можете добавлять фотографии, это уже другой вопрос, мы с вами про это тоже будем говорить. Но для баннеров, для соцсетей, для презентаций, для вот всех таких важных, да, где-то там рекламы и так далее, да, потому что у нас это начнется, мы с вами это начнем делать, нам нужно будет вам сделать баннер. Ну, можете зайти ко мне на страничку в Фейсбуке, там это все вы увидите, да, как я это все показываю, как я это преподношу, то на наш портал тоже. Вы, ну, вы увидите, что это важно, да, в первый момент это важно, потому что вас люди начинают запоминать, и к вам уже дальше регистрируются. Вот сейчас, если вы, давайте вот так просто вспомним известных, там, бизнес-тренеров, сразу что приходит в голову, да, там, Радислав Гондопас, мы все его, ну, знаем как, по фотографиям, ну, многие, конечно, были у него на тренингах и так далее, но многие его даже не знают лично, но сложили свой образ по фотографиям. Понятно, да, следующее, это что там, например, фотографии, следующее, что у нас есть еще в личном бренде? Это видео, да, это видео вы будете делать, тоже нужно записывать видео, потому что люди на текст, они, конечно, могут к вам прийти на программу, необходимо, если вас не знают, если с вами встречаются первый раз, то, конечно, сделать видео, видео приглашение к себе, рассказать о вебинаре, рассказать о себе, и это всегда будет вам приносить только лучшее, и мы с этим, ну, только, ну, как лучше, только больше. Вот, смотрите, есть лендинги, да, есть лендинги, и если есть видео, это уже своеобразный фильтр тех людей, которые к вам пойдут, потому что бывает, мы регистрируемся на вебинар, заходим, а там человека невозможно слушать, но это не ваш человек, а если бы у него было видео, то уже бы, ну, аудитория, пусть пришло бы там вот 10 человек, да, но знают этого человека и идут к нему, и это более ценно, чем 100 человек и так далее. Мне кто-то вот недавно писал буквально, что, Катерина, у вас немного людей на вебинаре, да, что у вас, ну, так, у меня было там 20, 40, 15, 50, вот, и, ну, я объяснила, почему, потому что, ну, мне, ну, есть особенности у меня работы с большими группами, я не могу вести большие группы, вот, мне, если на платном вебинаре больше 10 человек, все, я могу вообще отключиться и уйти, ну, это мое такое, да, я тоже с этим работаю, ну, не знаю, хорошо это или плохо. Когда мне на вебинар ко мне пришло там, было на 1,107 человек, ну, потом приехала скорая, вот, ну, такая вот особенность. Поэтому мне лучше меньше людей, но тех людей, которым я подхожу, те люди, которые мне подходят, вот, поэтому я так вот не массовик-затейник, мне количество, ну, никак, вот, поэтому я люблю маленькие группы, люблю индивидуально включаться, работать, общаться, созваниваться по скайпу, договариваться, там, что-то придумать вместе, вот, поэтому я больше тогда лучше себя чувствую и люди это тоже чувствуют. Вот, поэтому возвращаемся, да, к видео. Если вы запишите видео про то, какие вы есть и про, ну, вас увидят люди другие, то через лендинг вам придут уже люди, которые, ну, готовы вас слушать, им интересно, и они не будут уходить посреди вебинара или еще что-то, да. Я добавляю на лендинг свои вебинары прошлые, если есть возможность, добавляю приглашения, ну, у меня всегда какое-то видео, там, на лендинге, я, там, в течение курса туда добавляю, может, одно, два, три, несколько, вот, ну, это тоже очень важно. Что здесь будет, да, где записать, кто запишет, когда запишет, да, то есть у вас этот майндмэп, он будет у вас такой на столе, как подсказка, когда вы сможете, сможете, ну, вот, видеть, да, что вам и куда, куда, куда нужно и так далее. Дальше это программа, дальше это программы, если у вас программа, да, как вы ее напишете, что вам для этого необходимо, и, там, например, программа, да, там, название, название, там, как вы его будете придумывать, есть ли у вас это название, да, там, название, текст, весь программы, какие-то, может быть, фишки, вот. И сейчас мы с вами пойдем, да, сейчас мы с вами пойдем по каждому такому. Понятно, система? Я сейчас вам буду говорить все шаги, первый, второй, третий, там, четвертый, у нас с вами, там, восемь, там, или сколько шагов, а вы будете для себя тоже потом, ну, сейчас и потом вот так вот прописывать. Хорошо? Окей, отлично, спасибо. Тогда начинаем. Итак, личный бренд ведущего вебинара. Что это такое? Личный бренд, он необходим для запуска и продвижения вебинаров в интернете. То есть другие должны знать и видеть, кто вы, к кому вы пойдете, и к кому они пойдут, да, люди, и, ну, про что с вами, как говорится, говорить. Потому что сейчас люди ценят время, и нужно заинтересовывать, заинтересовывать собой, своим опытом, своими какими-то качествами, своей, как говорится, личностью. Потому что если мы приходим на вебинар, а там, не знаю, там, разговаривают матом, да, и я недавно была тоже, и я об этом говорю, а мне говорят, нажмите на крестик и выйдите. Вот, кому не нравится, до свидания. То есть, ну, насколько, ну, культура, да, сейчас различная, так сказать. И вебинары проводят те, кому не лень. Вот, это совесть, это все, как бы, у каждого свое. Вот, но для того, чтобы к вам приходили люди адекватные, чтобы вы тоже были понятны для других, то необходимо про себя, да, про себя писать и про себя показывать, да, ваши сертификаты. Вот напишите в этот личный бренд, что нужно отсканировать, подготовить, собрать все сертификаты. Или описать, где вы учились, у кого вы учились, там, в каких городах, может быть, и так далее. То есть, вот туда же, в тот квадратик, помните, мы рисовали на Майнмэпе, что сертификаты, дипломы, может быть, награды, может быть, интервью, может быть, статьи, это тоже все нужно. Потом описание вас, там, ваш опыт, это все мы тоже будем с вами делать. Уже в январе, ну, там есть определенные фишки. Так возникает доверие к вашему имени, да, люди вас начинают читать, смотреть, видеть, и вы начинаете так позиционировать себя дальше. Фотографии и видео тоже, да, это ключи узнаваемости, к увеличению конверсии, то есть, людей будет у вас больше, и будет ваша большая целевая аудитория. Да, не просто случайно зашедшие люди, а именно ваша целевая аудитория, которые вас послушали, узнали, пришли. То есть, реносирование и позиционирование, тоже об этом все мы будем говорить уже более подробно 16 января, да, это такой уже следующий наш модуль закрытый, но это то, что мы будем делать. Дмитрий пишет, что нарушение законодательства в Белоруссии мат. Что такое личный бренд? Еще, помимо всего, да, что мы там будем делать, вам нужно определиться. Вы будете брать имя или псевдоним, да, то есть, вы можете оставить свое имя, фамилию и имя, да, Елена Иванова, а можете взять, там, например, не знаю, Елена Волк, ну, я сейчас очень образно, да, сказала, или там девичью фамилию, да, свою, или еще что-то, или какой-то псевдоним. Вот посмотрите, звезды у нас там, или еще что-то, да, то есть, ну, мы можем на рынке увидеть, кто знает, там, Андрей Парабелл, Аликса Айвенга, это все псевдонимы, да, у них есть свои фамилии, но их знают именно под этими псевдонимами. Я хорошо отношусь, нормально, если он звучит, почему нет? Вот, если это созвучно и человеку так комфортнее, многие не хотят, например, там, фамилию мужа светить, да, там, или многие еще что-то не хотят, ну, или очень известная, как бы, ну, очень распространенная фамилия, да, хочется какой-то индивидуальности. А вот, у меня был опыт, что я, у меня девичья фамилия Пенкова, потом Боровик, очень многие перестали меня находить, узнавать, но, тем не менее, там, ну, моя жизнь, да, и, как бы, сейчас так, и это не специально было сделано так, по судьбе, как говорится, вот, поэтому поменялась фамилия, ну, есть разные ситуации. Вот, поэтому вы просто поймите, что вы хотите, да, это имя, эту фамилию, или вас что-то не устраивает, а вам что-то больше звучит. Вот, и если вы так назовете себя, пожалуйста, и вас будут тогда по вашему псевдониму, если он какой-то еще очень интересный, то вообще находить в Гугле и Яндексе первыми, да. Вот, как-то так. Потом вам нужно понять, какой у вас домен будет, да, то есть, что такое домен? Домен – это ваше имя, ваша фамилия, на котором у вас будет сайт вашего проекта. Можно проект назвать под, ну, под тем, как он называется. Вот у меня проект портал вебинаров.com или вебинары.com.ua, да, то есть сейчас мы делаем тоже новый проект «Школа вебинаров Екатерины Боровик». Вот, и домен там екатериноборовик.com, то есть это моя школа, мой домен и мое имя, оно уже будет вот так звучать, и сайт будет именно на этом домене, чтобы все понимали, узнавали, видели меня, что это связано, да, что это связано, школа вебинаров Екатерины Боровик, и дальше же можно выбрать там себе обучающие разные курсы. То есть вы определяетесь, да, что это будет либо, если вы работаете с кем-то или где-то, у вас какой-то общий проект, тогда вы берете, называете этим проектом сайт или там, позиционируете, да, там, вебинары, вот, формулы успеха, компания, ключ, там, я не знаю, все, что угодно, да, можно придумать. Вот, то есть вы либо проект начинаете монетизировать, либо раскручивать имя. На моем опыте, на моей практике имя – это всегда выгоднее, качественнее, интереснее, запоминающее, и это работает на вас. Да, это работает на вас, потому что пока мы проидентифицируем там проект с каким-то либо человеком, это на самом деле нужно для этого время. Вот, но если вы начинаете с позиционирования своего имени, это всегда вам будет только, ну, улучшать с каждым годом, потому что вы же не собираетесь заниматься этим там месяц-два, может, это десятки лет затянуться, правильно, и сюда будут вас ассоциировать, ну, уже как личность, как человека, который эти темы ведет, а не наоборот. Вот, и соцсети. Проверьте, пожалуйста, если вы в Фейсбуке, если вы в ВКонтакте, если вы в Инстаграме, если у вас канал на Ютубе, если нет, то это необходимо все сделать и завести. Почему? Потому что сейчас без этого, ну, как-то вот никуда. Да, вчера был вопрос про то, что не хочу позиционировать в соцсетях, но опять же, здесь можно сделать, тогда уже можно сделать раскрутку проекта, а не себя, да, а не себя, и через раскрутку проекта уже проект продвигать, например, онлайн-курс, вот как раз все мы обсуждали, по сексологии, да, онлайн-курс по сексологии и продвигать его уже в соцсетях, как такой, ну, как такой проект, да. Сейчас есть вопрос, да, зачем Инстаграм? Инстаграм, если вас там сейчас нет, то это не значит, что он не работает. Это место для позиционирования, для рекламы, которое приносит на сегодняшний день очень много подписчиков, лайков, рекомендаций, люди вас узнают. Мы, конечно, очень много размещаем в Инстаграме, и вот постоянно, да, и тренеров, и я рассказываю на курсе про то, как там продвигаться, зачем это нужно, и если вы зайдете в Инстаграм и сейчас ведете там психологи, коучи, вебинары, то на самом деле люди там работают, у многих даже сайтов нет. То есть Инстаграм – это потрясающий на сегодняшний день, потрясающий инструмент, который помогает вам быстрее развиваться, охватывать новые рынки, простите, пожалуйста, и, ну, заходить с разных сторон, быть более таким современным, динамичным, что ли, и так далее. Как представлены потенциальные клиенты соцсетей? Есть ли зависимость? Еще раз, как представлены потенциальные клиенты соцсетей? Есть ли зависимость? Инстаграм – это более такая продвинутая молодежь, которым нужно что-то быстро, что-то интересное, хотя там мы размещаем, у меня есть через Инстаграм продажи, это видеозаписи вебинаров продаются, там мы майки размещаем, метафрические ассоциативные карты вебинаров. Также регистрации есть, и записываются через, там есть личные сообщения в Инстаграме, записываются на консультации. Это инструмент бесплатный, который можно использовать, если еще влить туда бюджет, то еще лучше можно его использовать, но если даже вести и постоянно его наполнять, то это инструмент, который приносит дополнительных клиентов. Вот и все. Опять же, многие думают, что там же мой личный Инстаграм, мои личные фотографии, вы можете ввести сразу в одном телефоне 5 Инстаграмов. То есть вы можете переключаться, есть у вас личные, там детки ваши, еще и так далее, и сразу же сделать себе другой рабочий. Вообще не проблема. Но я считаю, что если вы позиционируете себя по вебинарам, и там есть немножко вашей личной жизни, ну или там вы хороший, там, не знаю, коуч, психолог, тренер, и там есть немножко вашей семьи, путешествий, то это всегда, опять же, привлекает внимание к вам как к человеку, и почему бы нет. Я у кого учусь, мне интересно, что у них вообще происходит, как они живут, и это нормальное, мне кажется, такое желание. Вот, поэтому мы работаем с Инстаграмом, конечно, очень активно. Но это, опять же, это уже дальше. Первое, это ваша регистрация в этих соцсетях и для того, чтобы позиционировать свой личный бренд. Что еще нужно? Посмотрите, пожалуйста, сколько друзей у вас в Фейсбуке, сколько друзей у вас, ну, ВКонтакте тоже сейчас не очень важно, но вот Фейсбук, он наиболее такой сильный для продвижения сейчас, для поиска целевой аудитории. И у нас будет с вами задача тоже увеличить количество и качество вашей целевой аудитории через Фейсбук, да, то есть там есть личная страница, там есть паблики, там есть группы, там есть создание мероприятий. Уже в Фейсбуке можно сделать свой интернет-магазин, да? Вот вы можете там же делать свои вебинары, размещать коробочку и продавать, как через интернет-магазин уже в Фейсбуке, ну, ВКонтакте это уже давно есть, вот в Фейсбуке появилось только. То есть все идет вперед, и если, конечно, там, если, конечно, там работать, то все получится. Одноклассники. Отличная целевая аудитория, если вам нужны мамы, мамы с детьми, женщины, домохозяйки, вебинары, там, женское счастье, там, отношения и так далее. Вот одноклассники, там есть группы, вы туда добавляетесь, там тоже это все прекрасно работает, да? То есть тоже работает, психологию там любят и так далее. Или нужно смотреть, какая у вас целевая аудитория. Поэтому у вас будет задание выбрать для себя, понять в голове и прописать на листе, какой бы домен хотели вы, да? Потом мы его с вами приобретем. Я пришлю вам там ссылочки, где можно, там, помогу, если что нужно, настроить и так далее, прикрепить этот домен. То есть мы на домене потом сделаем ваш лендинг, да? То есть сделаем ваш лендинг. Ну, он стоит там какие-то копейки в год. Хостинг не надо покупать. Хостинг будет на лендинге, а домен можно будет потом купить. Но, конечно, это не горит, это для тех, кто идет дальше по курсу и тех, кто планирует уже создавать это все, да? Второе, помните, квадратик у нас? Это создание продающей программы вебинара, да? Необходимо название, которое продает. Потому что если мы назовем управление персоналом, ну, как бы это не очень привлекает, да? Там онлайн-курс управления персоналом. А если вы назовете управление персоналом, там, страховой компанией и каким именно персоналом, да? Например, страховых агентов, да? Управление страховыми агентами или еще что-то. Ну, я сейчас так очень образно, да? То тогда вы более точно в названии призываете ту аудиторию, которую она уже, она видит и обращает на вас внимание, да? Дальше необходимо, конечно, определить целевую аудиторию. Когда мне говорят, что моя целевая аудитория – все женщины. Я говорю, хорошо, завтра к вам придут ваша соседка Алла Пугачева. Это разные женщины. Вот, поэтому, кто же, на самом деле, ваша, да, целевая аудитория. И мы с вами тоже прописываем, вот вам тоже надо квадратик там добавить, да, от продающей программы тоже, что необходимо понять целевую аудиторию. Вот знаете, когда мне говорят, почему люди не приходят на вебинары, я говорю, а какая у вас целевая аудитория? Вот это самый-самый первый ключ к тому, какой подстрелит ваша аудитория. Сколько эти люди зарабатывают, где они живут, какие у них там характеры даже, чем они занимаются. Потому что вы, если видите, то у меня на вебинарах такая интеллигентная публика, коучи, психологи. Вот, все очень, очень, очень такие для меня интересные люди, да, и в каком-то, в каком-то одном, наверняка, двух-трех направлениях, да, видящие. Ну, то есть это все равно как-то вот более сужает рынок, что, ну, я, если бы у меня был вебинар для тассиров, да, для продавцов, наверное, бы здесь была такая целевая аудитория. Тоже же женщины, тоже такого же возраста. Вот, поэтому нам с вами важно выбрать, да, а кто же будет ваша целевая аудитория. Вот, и дальше мы с вами делаем программу платного вебинара и программу бесплатного вебинара, да. Я говорила, что, конечно, изначально всегда лучше проводить бесплатные вебинары. Ну, опять же, они рождаются только когда у вас есть платная программа. Вот вы напишите платную большую программу, распишите все вообще до тонкости, и после этого вы будете уже рожать, так говорится, что же вы будете давать на бесплатных вебинарах. Методология наполнения вебинара, да, какие упражнения, какие там техники, как, что, для чего, это все тоже нужно делать. Стоимость, да, потому что самый-самый интересный вопрос. Катерина, почем мне продавать это, да, почем мне продавать. Тоже есть очень много нюансов по этому поводу, да, как это все простраивать, как делать акции, да, часы, стоимость, и этому у нас посвящен отдельный двухчасовой вебинар. Там вот именно секреты вот этих всех фишек, которые вы просто внедряете, и все, вам нетрудно будет это сделать, но для людей это тоже будет дополнительная мотивация, прийти к вам и так далее. То есть это тоже нужно все продумывать, потому что, когда я сделала вебинар за 390 рублей, ко мне никто не пошел, написали даже обратную связь, Катерина, что так дешево, вообще вы что. То есть я уже не могу такие, ну, прям дешевые продавать, ко мне люди не приходят, да, там за 590, за 1000 рублей. Нет, у меня, то есть уже, ну, как бы дороже курсы, естественно, и консультации. Поэтому, либо вы, ну, начинать нужно все равно с таких доступных, да, цен. Тоже мы про это все будем с вами говорить. И дальше это создание landing page. Помните, мы вчера начали с вами говорить, кто сегодня, может, пришел, не знает, что это такое, напишите, но я расскажу. Есть страница захвата, продающая, да, когда есть e-mail, имя участника, а есть, как бы, страница еще покупающая для вебинаров, я об этом тоже буду говорить, когда вы... А, у меня вообще три страницы. Я не знаю, правильно это или нет, но это все на опыте, на практике. Смотрите, есть страница захвата, там, где вы приглашаете людей только на бесплатный вебинар, только на бесплатный вебинар, получить чек-лист бесплатно, чтобы там скачал книгу, скачал какие-то уроки. Эта страница захвата, вы захватываете контакт клиента, и он сам делится. Продающая страница, это там, где есть кнопка оплатить, да, кнопка оплатить, там, где человек увидел, прочитал еще, оплатил, и, да, там, как бы, как бы сделал свой дело. У меня, вы, наверное, заметили другие немножко страницы. У меня есть и на бесплатный, и на платный. Я называю это покупающие страницы для вебинаров. Я не скрываю, что будет какой-то курс, да, я им потом никому ничего не, говорят, не втюхиваю, не впихиваю. Вот, все видят, что будет курс, а нету такой у меня сейчас в конце, опа, будет еще курс, да, и все, ага, опять нам что-то продают. Вот, я заранее готовлю, да, людей, что есть курсы, и это нормально, есть какие-то промо-вебинары, есть платные. Может, кто-то называет продажи влог, может, еще что-то. Ну, мне это показалось, и не только показалось, но и по статистике подтвердило, что это наилучший результат, когда я людям говорю заранее, что будет и что планируется, какие у этого цены и так далее. И опять же, тем самым я привлекаю свою аудиторию, отсеиваю тех людей, которые, ну, там, которые не мои, да, то есть они увидели, им это не подходит. Вот, потому что, ну, это экономится, да, я как бы покупаю ваше время, экономится время людей, да, на то, чтобы там потом ждать и слушать еще какие-то, ну, там, про какие-то курсы, что там будут предлагать и так далее. Вот, нужно создавать, то есть опять же, смотрите, вы для себя тоже можете определить, но не все, не все проекты могут так делать. Иногда я так делала проект, но это какая-то просто не получается, просто вообще не связано, надо только разделить, вот только отдельно бесплатно, и только отдельно платно, да. Ну, сейчас у меня есть вот клиентка Влада, и мы с ней делаем «Психологию интимных отношений» проект, она говорит, я хочу, чтобы все там было, вот все, весь оффер на одной странице, и промо, и статьи, и курс, чтобы человек видел, да, сразу. И это супер, потому что, ну, я считаю, что это важно. Но не все, не все, ну, к этому еще пришли, поэтому я вам сейчас такой секрет раскрываю, который я вот, в принципе, говорю дальше на курсе. Создание лендинг-пэйдж своими руками. Сейчас на самом деле есть очень много конструкторов, да, сейчас есть очень много предложений, и есть на рынке очень много предложений, что вам что-то кто-то сделает. Это очень классно, они бывают делают очень супер, но дорого. И здесь, понимаете, здесь люди, здесь люди, которые вам делают лендинг-пэйдж. Я очень много сталкивалась с тем, что они берут деньги, и потом они исчезают, и ко мне люди обращаются. А почему исчезают? Потому что, когда потом обращаются, говорят, Катерина, вот есть лендинг-пэйдж, давайте вебинар. Я говорю, подождите, а где форма регистрации, а куда письма будут приходить, а как мы будем отправлять e-mail? Они начинают это говорить разработчикам, разработчики связают. Мы работали так с Русланом недавно тоже, был лендинг-пэйдж, да, и никто ничего туда больше внедрять не будет. Я не могу, потому что доступа никакого нет, и все, и люди уже вроде работу сделают. Не подключают систему оплат, не подключают систему подписки, не интегрируют это с вебинарами, не интегрируют это с партнерской программой. Либо это очень дорого, это надо людей находить, которые это уже делали, либо вы это просто делаете сами. И вы знаете, опять же, здесь можно сделать вообще вот такую всемкую страничку, написать ваше название, имя и подключить все технически. Не обязательно, да, вот такие. Это все придется временем. Мои лендинги первые, они были вообще ужасные, но они приносили по 4-5 тысяч долларов, да. Главная идея была разместить и все, как это все выглядит, было уже не так важно на самом деле. То есть это дело немножко внутреннее, да, здесь можно сделать идеальный лендинг, и не будет продаж, да. Но если вы сделали своими руками сами, сами это все, то обязательно все получится. Вот, я это знаю и верю, и могу с вами этим делиться. Поэтому смотрите, лендинги, я столкнулась с этим, не могу редактировать на своем сайте одностраничники. Лара, ну вот видите, я же как бы понимаю, что это сейчас реальность наша. Вот, и я вам покажу, что у меня есть непосредственно, да, конструкторы, которые помогают мне делать и создавать это. И по возможности, конечно, я вам все это расскажу, покажу, и вы будете, да, здесь нужен опыт, здесь нужна практика. Но вот посмотрите, вот этот же лендинг, через который вы регистрировали, да, то есть который вы видели, который вы видели. И, например, нам нужно добавить какую-то секцию. Здесь все настолько сейчас вообще понятно, и, да, нужно посидеть все, но вы просто сделаете это, и я не знаю, может быть даже лучше, чем кто-то бы вам это сделал. Поверьте, что здесь, сейчас открою, и вы увидите. Видите, вы можете поставить видео, картинку, шаги, команду, комментарии ВКонтакте, счетчики, карту, оплату, расписание, обзывы, да, все здесь конструктором работает. Я завтра вам еще про это буду подробнее говорить. Ой, мне кажется, зависли мы немножко. Так, сейчас. Немножко, немножко виси. Хорошо, попробую, попробую с этим что сделать. То есть, вы сможете добавить товары, картинки, видео, меню, формы подписки, да, и так далее, и так далее. Сейчас. Не знаю, меня слышно или нет. Немножко я поторопилась, быстро нажимала. Ольга, если меня слышите, можете мне в скайпе написать. Слышно ли меня, или мне лучше обновиться. так, так, ага, все, идем дальше. Слышно. Так, хорошо, хорошо, все, мы поехали. У нас все включилось, мы молодцы. Вот таким образом я показываю вам, да, через захват экрана, что делать. Видим, что можно выбрать любую секцию, и вот это все меняется, это все вы можете поменять, вы можете поменять картинки, вы можете поменять текст, вы можете поменять шрифты, выбрать то, что вам действительно необходимо, прям по блокам, да, добавить таблицу цен. Таблица цен, опять же, вы выбираете стиль, она может быть там синяя, красная, зеленая, вот, выбрали вы в каком-то, в каком-то, да, стиле, можете посмотреть, какие еще есть тут цвета, да, фоны, просто добавляйте это, выбирайте, хотите красненьким, может это все быть красненьким, розовеньким, розовеньким, ну, то есть, настолько сейчас много в этом плане возможностей всего, что, ну, просто, знаете, это даже такой вот ворс. Если вам неинтересно будет, вы можете взять девушку-помощницу, или мужчину, парня, или сына, или племянника, сейчас студенты легко с этим тоже справляются, научить, показать, рассказать, да, и, ну, вот, дать там ссылочку, зарегистрироваться, и тоже вам в этом помогут, и это тоже можно работать. То есть, вы будете по блокам сами создавать этот лендинг, да, там, название, программа, вы посмотрите, какие есть в интернете, вот, вы тоже сможете это все сделать, есть для этого все возможности, ресурсы. Такой конструктор стоит 590 рублей, это 200 гривен в месяц, и вы можете создать там таких 5 страниц. Там уже есть в этом конструкторе и хостинг, за который вам не надо отдельно будет платить. И вы подключите свой домен, и это, вы можете в интернете посмотреть, лендинг сейчас создают от 15 тысяч рублей, это там, ну, сколько, 5 тысяч гривен, да, по-моему, 5 больше. и вот они создают, вы знаете, я когда увидела, они создают на этих конструкторах. Но когда у вас будет текст, когда у вас будут фотографии, когда у вас будет видео, зачем? Зачем, чтобы делал кто-то, понимаете? Вот, я надеюсь, что немножко объяснила вам вот эту вот ситуацию, да, что изнутри, опять же, можно там размещать свои консультации, свои тренинги, свои клубы, свои живые мероприятия, свои конференции. Это просто будет вам инструмент тот, который навсегда. Вот. Вы сможете пользоваться. Дальше, дальше. То есть, вы себе отметили на этом же лендинге, что нужен, точнее, на этом mindmap, вот, вообще, красиво, да, мы начинаем говорить на mindmap, лендинг пейдж. Вот, сколько, сколько сегодня нового. И дальше, 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 то здесь у нас завтра, у нас завтра про программу, я уже завтра буду все давать, вот, ссылочки, поэтому приходите. Создание лендинг пейдж, ну, опять же, я видела, что, ну, многие начинают использовать там другие или еще какие-то конструкторы, но этот курс, он интегрируется с JustClick, например, и мы завтра будем говорить про JustClick, я вам расскажу, поэтому будем работать. Дальше, нужно подключить форму подписки и оплат, то есть, это то, что, вот, то, что самое, на самом деле, трудное, и то, с чем приходится многим сталкиваться, и то, что всех бывает так, как-то пропадает желание работать на вебинарах, поэтому лучше, конечно, если вам это неинтересно, и вам это, ну, там, не хочется этим заниматься, лучше делегировать, да, то есть, вы можете делегировать, там, нам или еще кому-нибудь, и это все можно настраивать, да, подключение формы подписки, оплат, партнерская программа всех этих систем. Когда человек заходит на сайт, вот у кого есть сайты, лендинги, ну, просто, ну, посмотрите, есть ли там у вас онлайн оплата, если онлайн оплаты нет, то, значит, у вас там не работает многое, да, онлайн оплата, предоплата, даже если вы на живые собираете тренинги, или там курсы, или группы, и у вас, у вас люди не доходят, да, потому что нужно все-таки делать предоплату. Я недавно, вот в Киве, даже, те, кто делали предоплату, там, пришли, да, те, кто сказали, вот, прямо на месте, придем, 7 человек, сколько не дошли, да, какие-то планы появились, и так далее. Если человек не, ну, как-то не сделал предоплату, очень редко, когда доходит, ну, это единицы просто. Вот, поэтому нужно, нужно все-таки на онлайн это обязательно, и на живых тоже встречах, консультациях тоже нужно это делать, на сайт, внедрять эти кнопки, оплатить сейчас. Продвижение вебинаров. Вот, недавно сама тоже была на тренинге, и я в какой-то момент я поняла, что если бы я не заплатила заранее, то я бы туда и не поехала, уже поздно было, холодно, на 7 вечера, вот, ну, очень счастлива, что заплатила заранее, и сестьла на этот тренинг, потрясающе, с закрытыми глазами, ну, классно, я очень порадовалась. А вот это вот, ну, какой-то момент, да, наступает, я уже устала, куда ехать, ну, вот, когда есть оплата, и вы помогаете просто людям, да, помогаете людям, тем самым подключая заранее оплату. Продвижение вебинаров. Сайты для бесплатного продвижения вебинаров, да, есть, есть продвижение вебинаров в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, Ютубе, хэштеги для продвижения, платный трафик. То есть, это отдельная тоже тема, на самом деле. У меня как-то по продвижению в Фейсбуке у меня было 10 вебинаров, курсы из 10 вебинаров. Максимум, самые лучшие фишки, я вам дам тоже на нашем курсе, то есть, покажу, как работать с группами, как работать с пабликами, как создавать свои, как делать мероприятия, где там есть бесплатные возможности, как сейчас настраивать там платные, тоже это хорошая возможность, там вы за каких-то там тысяч рублей можете привлечь себе 100 клиентов на, точнее, 140, вот у нас было, сколько-то там, тысяч рублей, по-моему, 140 человек зашли и там сколько-то зарегистрировались. Надо посмотреть, я еще не подводила итоги. То есть, это тоже хорошие такие инструменты, да, для продвижения. Хэштеги для продвижения, платный трафик, все это тоже нужно знать, понимать. Опять же, я понимаю, что для ведущих вебинаров это очень много, да, но хотя бы понимание, что это можно делать и кто-то это может сделать, это уже хорошо. Вам нужно понять в продвижении, сколько у вас сейчас друзей и подписчиков на фейсбуке, да, и посмотреть, не добавлять людей сомнительных, которых вы не знаете, которые без фотографий, которые имена там непонятно на каких языках, да, вы место просто ими занимаете для людей, которые будут у вас, с вашими клиентами. У меня на фейсбуке это 90% работы, да, и 10% там общения с друзьями, которые где-то далеко. Но это 90% это работа, да, то есть, если я сижу в фейсбуке, значит, я там работаю, а не просто читаю там переписки, новости и так далее. То есть, это инструмент, которым я отношусь как только так. Опять же, да, вы можете выбрать. что нужно сделать для того, чтобы все-таки фейсбук начал работать на вас и чтобы он приносил больше подписчиков, клиентов и финансов. Нужно почистить свои аккаунты в социальных сетях от лишней информации. Мы заметили, как фейсбук и там контакт, например, переполняются новостями или еще чем-то. Вы понимаете, что вы зарабатываете им деньги. Есть новости, есть каналы, люди могут пойти туда посмотреть. Зачем вы свою ленту, я так сейчас образно, не конкретно про вас, зачем мы свои ленты засоряем, не нужной информации, вот просто, ну это прям плохими словами многие называют, ну это мусор. Вот, то есть, это как забить почтовый ящик газетами, там, ненужными рекламами. Если мне нужна какая-то новость, да, там, политическая или еще какая-то в мире, я пойду в Google, в Яндекс и посмотрю. тем самым и размещу лучше про себя, чтобы клиенты приходили ко мне на сайт, а не какой-то там ресурс, и за счет того, что вы заходите к ним на сайт, они зарабатывают деньги, а вы от этого только там время теряете. Вот, кто со мной согласен, напишите, пожалуйста, в чате. Можно дискуссию какую-то вести, можно задавать вопросы, я, ну, не против этого, но когда мы размещаем вот эти ссылки, ну, чужие, да, то я не вижу в этом, например, смысла, и, ну, как бы, давайте пространствовать вокруг себя и в первую очередь начинать себя очищать. У меня было очень много соблазнов, да, очень много соблазнов что-либо делать, да, в этом плане. повозмущаться, там, еще что-то там, вот, но в какой-то момент я просто себе это, вот, запретила делать и все, и сориентировалась только на, там, том же, на том, что я лично могу дать этому миру и на том, чем я могу быть полезна и помочь и поддержать людей, да, и так далее. Как очистить? Ну, просто заходите в ленту, ну, там, за месяца два, три своих, ну, поудаляйте вот эти все посты. Если это какая-то стадия там психологическая, а вы психолог, почему нет? Ну, это, это может быть, да, но опять же, просто, ну, взгляните так со стороны, вот у такого человека, ну, вот с вашим аккаунтом купили ли бы вы что-то, пошли ли бы к нему на курсы, там, или еще что-то. Если да, да, ну, это ваша позиция, окей, если нет, ну, просто, ну, обратите на это внимание. Добавьте важную и нужную информацию, там есть на фейсбуке слева такая графа, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, можно добавить в информацию, там есть раздел, там можно добавить свой телефон, свой скайп, свой сайт, чтобы люди могли зайти и увидеть, да, что вы там психолог, вы коуч, вы бизнес-тренер, у вас какие-то, какие-то темы, у вас есть такая-то информация, там, ваш скайп, телефон, Емэн. Я недавно очень хотела связаться, мне нужно было с одним тренером, я не могла найти его контакт, в фейсбуке его не было, я захожу в информацию, нету ни сайта, ни телефона, ни скайпа, ну, в общем, это, вот, есть человек, но никак с ним не получается связаться, поэтому, вы, ну, как-то будьте, ну, доступны, да, вот это тоже важно. Добавьте эту важную информацию, и тоже, будет хорошо. Зарегистрируйтесь в инстаграме, откройте свой аккаунт, да, прям сегодня у вас будет такая задача, пусть будет, добавьте фотографию, добавьте свое имя, фамилию, добавьте кто вы, например, ну, и дальше мы с вами с этим тоже будем работать. И создайте почту на gmail.com для того, чтобы открыть там канал YouTube. Если уже есть эта почта, значит, в принципе, создавать не нужно. Что будет на канале YouTube? На канале YouTube будут ваши видео, вначале закрытые, да, которые вы будете учиться презентовать, да, потом будут видео уже ваших вебинаров, да, потом тоже все красиво сделаем, оформим, и постепенно YouTube – это сейчас мощнейший канал, вы можете быть не сильно представлены там, не знаю, где-то, где-то там на сайте на своем или еще где-то, но если вы в Яндексе там ведете, например, там ведущий вебинаров, Екатерина Боровик, то мои видео, да, будут подтягиваться, я за это денег не плачу, но я как бы наверху, да, там запрос, там Екатерина Боровик, ведущий вебинаров, вебинары, там телесная метафора, если вы ведете это, то вы увидите, что в Яндексе, например, по-моему, в Google тоже подтягивают видео, да, с YouTube. Ну, и там тоже дополнительные моменты, когда вы сами уже, люди, когда заходят на YouTube и ищут что-то похожее, какую-то тему, то вас уже YouTube начинает тоже рекомендовать, ну, такое начинается продвижение. Поэтому, тоже, видите, работа на самом деле много, много, и она интересная, и это поможет, ну, не только вам развиваться, как, ну, вести вебинары, но также и консультировать онлайн, также и вас будут приглашать в другие города и страны. Я вот, после того, как начала вести активную деятельность, у меня были первые вебинары, поиск и подбору персонала, Executive Search, и по вебинарам меня нашла Наталья и организатор в Перми и пригласила в Пермь провести двухдневный тренинг по Executive Search через там 3 или 4 года после того, как я вела этот вебинар. То есть прошел вебинар, да, прошло время, и потом вот я летала и провела этот тренинг в живую с телой, который я уже, например, сейчас, ну, не так веду, но вот этот опыт все равно, технологии, они остались, они работают. Вот, тоже очень интересно, да, как вот YouTube и как вебинары сработали в живой формат, перешли. Что еще? Проведение вебинаров, да, непосредственно для проведения вебинаров, многие меня спрашивают, что говорить на бесплатном вебинаре, как говорить, а с чего, а какие слайды делать. То есть это, на самом деле, это технология. И здесь есть тоже определенные, да, какие-то моменты, фишки по времени, там, по слайдам, по тому, что вы говорите, как вы говорите, тоже будем изучать. Есть интерактивные инструменты, которыми можно пользоваться. Вы видели, что я рисовала, там, мэдмэп, да, как на доске. Вы видели, как я включала захват экрана, можно еще сделать опросы, вы видите слайды. Все это, на самом деле, интересно, и можно с этим работать. Что дальше? Работа с площадкой вебинаров, тестирование, подключение веб-камеры, микрофон. Вот у нас есть Ольга Платовская, есть у нас Ольга Атаманюк, то есть это две Ольги, а одна находится в России, другая в Украине, то есть, которые вам будут помогать вне зависимости от того, где вы, на каком хотите языке, и поддерживать вас во время вебинара, до вебинара и после вебинара, делать запись, тестировать, подключать веб-камеру, микрофон, и рассказывать, как работать с вебинарной комнатой, с вебинарной площадкой. И слайды для онлайн-мероприятия, конечно, они нужны, их нужно делать заранее, а не за два часа перед вебинаром. Вот, то есть это тоже на это нужно время, как минимум неделю мы выделяем с вами. И проведение вебинаров, конечно, нужны площадки. Я там говорила, что сегодня немножко расскажу про бюджет, который необходим. Чтобы вы понимали, чтобы провести вебинар, то можно, вот видите, там 21 евро, это евро, по-моему, стоит площадка на месяц. Или там, вот мы берем на 300 человек, да, 41 евро. Ага, там на 100 человек, 31. И цены, на самом деле, если ваш вебинар там стоит, не знаю, вот 100 евро, да, и вы ведете там весь месяц, или еще как-то, стоит до того, что вы можете там 2-3 человека себе арендовать, ну, те люди, которые у нас на курсе, вы будете дружить, общаться, вы можете, например, договориться и арендовать площадку такую на месяц и распределить там. Кто-то ведет понедельник, среда, до пятницы, кто-то вторник, четверг, суббота, кто-то с 6 до 8, кто-то там с 4 до 5, кто-то с 10 до 12, и все, и у вас будет полноценная площадка, которой вы сможете пользоваться. Это все, на самом деле, недорого, можно протестировать, можно включиться. Можно у нас арендовать. У нас есть арендоплощадки на 1 час с модератором, можно без модератора, я вам сейчас ссылочки пришлю. Если вам, ну, если вам не нужно, например, на месяц, да, площадка, и вы уже готовы вести вебинары, вы знаете, умеете, у вас есть программы, вам не нужен наш курс вдруг, вот, вам пока и так достаточно всего, то вы можете вот по ссылочке пройти, посмотреть, там есть вся, ну, стоимость, да, на, если вам просто час работать с модератором, тоже 300 гривен, по-моему, или там 900 рублей, но опять же для вас, всех, кто на курсе, вы пишете, и у вас, у всех будет скидка, я в этом плане, мы не зарабатываем на этом, мы просто поддерживаем людей, и мы арендуем несколько у нас площадок, сколько у нас, четыре сейчас, да, по-моему, а там еще, на Экспирте, да, несколько и здесь, поэтому, мы вам как бы как субаренду передаем, ну, то есть, и вы тоже можете пользоваться, назначать вебинары, тестировать и так далее, дальше пакет новичок у нас есть, когда вы приходите, вы говорите, ну, вот я готов вести вебинары, и я новичок в этом плане, обучаться, ну, нет, не хочу, но хочу вот уже провести, попробовать, да, хочу провести, попробовать, в принципе, там, ну, знаю, да, то вы можете зайти по второй ссылке, сейчас в чате, это, вот, мы размещаем тоже, помогаем вам с площадкой, вы можете, либо вы, может, уже прошли, да, тоже курс, тоже можете посмотреть, там есть пакет новичок, пакет тренер, пакет гуру, и есть полностью проекты под ключ, онлайн, онлайн проекты, если вы, вот, все, что я говорю, вам это все нужно, но это вы вообще не хотите делать, вы хотите только вот вещать, да, то есть тоже такая услуга, да, она стоит, вот, каких-то денег, но здесь мы берем, там на себя 25, по-моему, или сколько-то вопросов, то есть создаем лендинг, подключаем оплаты, подключаем площадку, помогаем вам, там, презентации, продвижением, вот, вы включаетесь, и немножко, ну, группу собираем по своей аудитории, если вы еще бюджет выделяете, тогда мы еще отдельно продвигаем, и приглашаем к вам людей, вот, то есть возможности миллион, на самом деле, да, но я, конечно, рекомендую обучиться, потому что потом на вот этих всех этапах мы начинаем сталкиваться с некоторыми вопросами, да, вот у нас недавно буквально тоже взяли пакет новичок, мы просили тестироваться заранее, все, и там на 20-й минуте, да, что-то там начало происходить, ну, потому что нужно обязательно готовиться, когда есть вот такая вот, ну, уверенность в том, что все получится без подготовки, ну, здесь нельзя полагаться на случай, там, какие-то еще штуки, здесь нужно все со всех сторон, да, ну, понять, изучить, и как-то достойно, достойно идти. Так, Елена пишет, Екатерина, если я в самом начале пути, нет пока, даже тем вебинаров, я медленно работаю, если подписываться на наш вебинар с отрочкой, с отрочкой сотрудницы по вашей площадке рекламы наших ресурсов, по созданию моих продуктов, или взять минимальный объект, и этим ограничиться до созревания. Как выберете? Вот, Елена, совершенно, знаете, вот здесь на ваше усмотрение вы можете выбрать первый пакет, доплатить потом за второй, за третий, можете сразу второй, у вас тогда мотивация будет сразу там что-то делать и так далее. Можете третий, так вообще еще лучше мотивация будет. Вот, то есть, здесь вариант, ну, возможно, любые, да, для себя просто поймите, почувствуйте, скорее всего, это, да, и примите решение, я вас поддержу в любом, в любом, так что есть разные предложения, поэтому главное, главное начать и что-то делать, да, продажи на вебинарах и после, да, то есть, тоже пишем себе в Майнмэп, что для этого нужно будет, да, какие акции, как поработать с площадкой, когда поработать с площадкой, какие вам инструменты нужны, потому что многие говорят, мне не нужны слайды, я вот вообще звезда, сейчас, зачем эти слайды, но вы поймите, что люди, которые участвуют, они и визуалы, и аудиалы, и им нужно и слышать, и видеть, и запоминать, да, что-то где-то, а вам через слайды тоже много нужно будет всего показать, да, ну, у каждого есть свои темы, и там какие-то таблички, может быть, какие-то техники, какая-то теория, и оно для многих людей, может, кто-то это вообще там забыл, отключил, забыл, а кто-то может наоборот, он забыть вас, но эти слайды, вот, не забыть, я помню в начале самого, вот, моей деятельности, у одного тренера, у Надежды, буду, не вспомню сейчас фамилию, вот видите, я даже забыла фамилию, у нее черные слайды, красивые картинки, и белые с красным буквы, все, и я помню даже, что на этих слайдах было, что было на этих картинках, там было что-то вот по тайм-менеджменту, по распределению времени, разные таблички, и это было очень интересно, и очень запоминающийся, вот именно визуальный, да, такой вот образ, даже больше, чем вот, например, ну там, чтобы тренер, да, вот, поэтому здесь мы используем все инструменты, многие говорят, что, зачем с веб-камерой, да, давайте без веб-камеры вести, вебинары, видите, я сейчас отключила, но на самом деле, у вас возможно ко мне доверие через голос, ну, возможно будет, да, возникнет, но когда я вам предлагаю продукты, там, по 500 долларов, по 1000 долларов, да, по 400 долларов, то, ну, не знаю, насколько вероятность больше, что вы купите у меня, когда я буду работать без веб-камеры, или все-таки с веб-камерой, да, вы здесь меня видите как человека, и вы уже тоже можете для себя, ну, определить, готовы ли вы доверять и платить деньги за курсы, и дальше обучаться, поэтому тоже этот вопрос с камерой или без камерой работать, он очень важный, и я всегда вас призываю работать на промо-вебинарах с камерой. На платных вебинарах можете работать без камер, потому что это на глаза немножко напрягает, да, и тяжело иногда, вот, то есть в начале первое обязательно работайте все с камерами, но я вот уже через сколько-то там лет, я уже работаю на платных вебинарах только голосом и слайдом, потому что там нужно меньше внимания на меня, а больше, чтобы люди делали какие-то технические задачи, или еще упражнения, и больше внимания на слайды и на то, что я говорю. Вот как-то так, поэтому много разных есть вопросов, да, и как работать с группой, и что делать, если пишут непонятные вопросы в чат, вот недавно мне задавали, говорят, Катерина, а если мне зададут вопрос, на который я не знаю ответ? Вот, и об этом мы с вами поговорим уже на курсе, на модуле, когда будет про работу с участниками, да, с трудными участниками, как работать с групповой динамикой и так далее. И, конечно, потом у нас будет зачет, это проведение 15-минутного тестового вебинара, обратная связь от меня, от участников, от модераторов, и запись, у вас будет запись этого вебинара, сможете ее посмотреть. У меня на этом зачете, у меня часто льются слезы от счастья, что люди вообще у нас потрясающие. И когда они начинают говорить и делиться своей презентацией, и когда несколько сразу человек в группе, да, и друг за другом идут эти 15-минутные вебинары, все побороли страх, вот это переживание. И после этого, знаете, если вы выступите здесь перед коллегами, это как защитить диссертацию, да, перед своими коллегами, и потом выйти к студентам. Намного проще. Вы после этого зачета, просто вам очень легко будет работать с участниками. Если вы сделаете вебинар для своей группы, для людей, которые дают вам обратную связь, если вы психологи, тоже психологи, да, это, ну, классно, классно, вот это самый такой любимый, я там молчу за кадром, меняются окошки, это самый мой любимый модуль, и для многих он такой, знаете, очень, очень, ну, решающий дальше. Ответы на вопросы по всему курсу. Ну, то есть это тоже такой необходимый, необходимый этап, когда вы уже дальше идете в мир, так сказать. Хорошо. Смотрите, вот сегодня мы с вами пошаговые действия, но опять же, я считаю, что многовато я вам дала, но все равно хотя бы, понятно ли, хотя бы, что, зачем, как, куда и следует, да, то есть мы начали с вами с личного бренда, потом мы с вами поговорили про программу, потом про лендинг пейдж, потом про подключение формы подписки и оплат, да, то есть, ну, структурировано, чтобы вы понимали, что, зачем идет. Потом начинается уже продвижение, и в этот момент подготовка к, ну, к вещанию, да, там, слайды, программа, сама Немеду, виртуальный класс, да, то есть, когда вы уже создаете лендинг, когда у вас есть программа, когда у вас есть ваш личный бренд, только потом нужно привлекать людей, да, только потом начинается продвижение, мы не можем начать с продвижения, где брать людей, вот людей как раз и, люди приходят, когда вы сделали вот это все, ну, ну, по-другому на нельзя, как бы мы не хотели, я бы хотела, я бы хотела как-то, чтобы по-другому, но люди идут на какую-то идею, на какую-то ценность для себя, если им это ценно, они приходят и будут свое время вам, ну, менять, да, на то, что они получают. Да, большой объем работы, Марина, совершенно верно. Вот, и тогда после, и провести же еще нужно, да, не упасть в грязь, в сон, вот сколько у нас задач таких. Ну, на самом деле, может показаться сейчас все так трудно, но я просто очень-очень конкретизировала каждые шаги, да, в целом, конечно, картинка такая, нормально. Вот, ну, это просто мелкие-мелкие шаги, которые мы разбиваем, да, и понятно, что это все равно, что я сейчас вам рассказывала, точно так же, 10 шагов приготовления борща, да, и на рынок сходить, и выбрать, и с фруксами поговорить, а, еще доехать до рынка, обратно вернуться, сумки принести, да, картошку поставить, варить, почистить, ну, представьте, что это тоже такой процесс, любое, любое какое-то обучение, да, я сейчас учусь тоже игре на фортепиано, я училась 26 лет назад, его сейчас вспомнила, и у меня пошло, да, такое желание играть дальше, и я каждый день, каждый день по 2 часа, я тренируюсь, я тренируюсь, тренируюсь, и только тогда я вижу результат, сразу красивая мелодия не получается, она не может возникнуть из ниоткуда, но если каждый день по 2 часа я этим занимаюсь, то через неделю вот у меня уже сейчас 3 есть, которые, которые вообще от начала до конца, и я вот просто, ну, счастлива, да, от того, что можно, ну, это получается, каждый день, 2 часа в день тогда будет работать. Как скоро будет такой же семинар в будущем, если на этот не получится? Или, ну, смотрите, у нас в январе он будет, этот курс, но можно купить записи, можно купить и сегодня начать этот курс, вот, то есть уже есть записи, не раз проведены, когда вы можете купить просто записи и заниматься в свободное время для себя, не обязательно ждать января или там февраля или марта, да, здесь, ну, такой вот как бы ваша готовность по времени, по финансам и все, вы можете купить записи, либо без моего сопровождения, да, 16 900 рублей, либо с моим сопровождением, это 19 900 рублей. Спасибо большое, Марина, удачи вам, вот, до связи завтра еще, надеюсь, вы включитесь. И, то есть, вы посмотрели, как мы работаем по записи. Вы посмотрели первый модуль, мы с вами связываемся, вы даете, вы сайте домашнее задание, я с вами по скайпу минут 15-20 там общаюсь, даю вам, только вам обратную связь. Беру окей, после того, как вы сделали первое задание, все вы сделали по первому, вы можете раз в неделю делать, или раз в час, да, или там раз в месяц, то есть свой темп выбрать. И мы вам, ну, вы второе делаете. Даже можно так сказать, мы с некоторыми договоримся, мы не присылаем следующие записи, пока не сделаны первые. Либо, ну, это уже по желанию вашему, либо все присылаем, и вы уже делаете там, и дальше консультируетесь по нескольким, да, вот, вопросам. Как вы захотите. То есть, здесь не обязательно, там, как-то, даже вот вы смотрите запись, в этот момент вы можете мне в чате задавать вопросы, и я как появляюсь на сайте, я отвечаю. Как посмотреть об этом подробнее? Сейчас посмотрим. Значит, вся программа есть здесь, вот, вся программа есть здесь, и записи сейчас, Ольга, посмотрите, пожалуйста, у нас есть, по-моему, на сайте, а нет, я уже нашла. есть 12-ти модный онлайн-курс, ведущий вебинаров, вот он. Вот, то здесь вы тогда не зависите ни от кого, у вас свой темп, свой, как говорится, ритм, вы тоже та же программа, что-то, если новенькое у вас есть, и плюс у вас есть доступ всегда к одному курсу живому, даже если вы записи посмотрели, вы всегда можете включиться на наш курс, который идет, ну, вот, в ближайшем будущем, там, в январе, феврале, в марте, если там, у вас всегда будет вот этот доступ. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Хорошо, в принципе, то, что я вчера говорила, в принципе, ну, переходим уже к программе, да, кто сегодня только подключился, завтра у нас будут инструменты, я некоторые покажу, с которыми работаю, чтобы вы были готовы, да, либо вы будете сами делать, либо мы будем делать, либо вы кого-то будете нанимать, по поводу, оплат, по поводу регистрации, и так далее. И потом, 16 января, после Нового года, после Нового года, 16 января, в понедельник, да, мы начинаем курс, который уже, конечно, будет, ну, будет такой насыщенный, рабочий, и конкретный, да, мы будем формировать ваш личный бренд, мы будем создавать продающие программы, вебинары, создавать лендинг-пейдж, подключать формы оплаты и подписки, продвигать вебинары в социальных сетях, проводить бесплатные, платные вебинары, проведения, да, как делать продажи до вебинаров, на вебинарах и после, и как работать с голосом и с участниками. Будут идти, да, по полтора часа, да, потому что час мало, два часа много, полтора, вот где-то так, час двадцать, час тридцать, самое-самое оно. Их зачет будет уже у нас в феврале, вот, то есть, как бы так, в это же время будет все, поэтому, потому что вечером у многих какие-то тоже другие вебинары, дела, а утром мы с вами на такой энергии хорошей поработаем. Пакет старт, что будет входить туда? Что будет входить туда? Это участие во всех модулях, обратная связь по домашнему заданию, да, то есть, и все. Это у вас будет такой вот пять тысяч гривен, двести долларов или двенадцать тысяч девятьсот рублей. Пакет профессионал, это участие во всех модулях, обратная связь по домашнему заданию, видеозаписи и сертификат участника после того, как вы проведете свой первый вебинар. Не зачет, а именно первый вебинар на рынке. После этого мы его смотрим с вами, все, и прислаем вам сертификат. Пакет гуру, это участие во всех модулях, обратная связь, видеозаписи всех модулей, сертификат участника, Площадка для трех вебинаров, то есть вы будете проводить у нас на площадке, вам не нужно будет ничего арендовать, с нашим модератором. Три вебинара, ну, гостевых для бесплатных. Размещение рекламы вашего вебинара на первом международном портале вебинаров. У нас два сайта, вебинару.com.ua и портал вебинаров.com. И размещение анонса вебинаров в рассылке в соцсетях. У нас сегодня более 20 групп в соцсетях, которых мы размещаем, поэтому будем там тоже размещать. Две консультации мои по скайпу после обучения. И партнерское сотрудничество. То есть третий пакет, это когда мы потом с вами выходим на партнерское сотрудничество. И вы говорите, Катерина, можно с вами дальше работать? Ваша площадка, ваше сопровождение, ваша поддержка. Мы говорим, окей, давайте договориться за процент. И смотрим, если деньги к вам приходят, то есть вы все этим занимаетесь, это один процент, ну, не один процент, а некоторый процент, будем так говорить. Да, если, ну, смотри, опять же, нужно много чего там смотреть. То есть какая программа, какая у вас база, если нет базы и так далее. И второй момент, это если, например, все через нас. Регистрации, письма через нас, оплаты через нас, да, тогда это уже другой процент. Да, это 50 на 50 мы работаем. Вот только это одно единственное такое условие. Если мы все берем на себя, то тогда 50 на 50. Если вы на себя берете участие с каких-то вопросов, тогда это будет процент меняться. Вот, и если, ну, это, по партнерскому мы работаем только с теми людьми, которые прошли курс. Вот, либо у которых там, ну, база подписчиков, ну, не маленькая, несколько там тысяч человек. Вот, который уже есть имя на рынке, да, есть имя на рынке. Ну, вот с Жанной Завиаловой мы работали, например, с кем еще мы? С Наташей Карповой, с Еленой Денисенко. Ну, вот, кто знает. Много, много. У нас и арендовали площадку, и известные, и звезды, и для Синельникова школы тоже. Ну, такие имена, я не знаю, если вам что-то говорят. Вот, поэтому много на самом деле. И поэтому, если интересно, то это можно делать, но это уже после третьего пакета. Пакет профессионалов, в каком формате будет предоставлена видеозапись? Видеозапись будет предоставлена вам на e-mail с предупреждением про авторские права, и вы ее скачиваете себе на компьютер. Все, и она будет у вас там. Сколько вам нужно, вы будете ей пользоваться, и это не будет где-то заходить, смотреть, вы просто, ну, скачаете себе, и у вас она будет. Вот как-то так. Да, и вам спасибо. Хорошо. Оформить, да, нетрудно. Оформить нетрудно, вы переходите по пакету, смотрите, выбираете формат, выбираете форму оплаты, и все. Если у вас есть желание, но пока нет какой-то возможности, вы можете сделать предоплату. Да, вы можете сделать любую предоплату и написать до Нового года, чтобы у вас осталась эта ссылка, чтобы вы не переживали, что вы попадаете в группу. Я уже говорила, что я не беру больше 10 человек, вот, что, ну, как бы я узнаю про вас, кто вы, что вы, чем занимаетесь, и дальше мы, конечно, уже больше работаем, общаемся и так далее. И сейчас я секундочку вам еще покажу, что у нас здесь. Ну, вот видите, уже первый модуль разместили, здесь будет попозже второй модуль и третий модуль, да, кто пропустил первый, второй можно посмотреть. Вот, ну, точно такие же мы с вами будем делать. Лендинги. Вот, даже мой можете брать за основу, если вам он понравится. И вот здесь есть, смотрите, есть кнопка, да, предоплата за вебинар, то есть вы можете любую сумму, там, например, вписать и оплатить, да, сделать какую-то, ну, непосредственно предоплату за вебинар, там, через Яндекс или через счет и так далее. Вот. Дальше вы можете оплатить пакет через, например, ну, кнопку полностью, да, и не переживать, нажать кнопку «Заказать», и у вас останется эта стоимость, вы оплатите, и 16-го, ну, будем работать. То есть можно тут любое тоже выбрать. Поэтому любая возможность, отзывы, контакты, все есть. Приходите, присоединяйтесь, будем рады вашему участию. Не знаю, мне сегодня понравилось, мне кажется, что я, ну, получилось донести вам то, что я хотела. Я надеюсь, что вы услышали, я надеюсь, что вы для себя что-то, ну, отметили, заметили, распланировали. Вот. Ну, до скорых встреч. Спасибо за обратную связь большое. Сейчас мы напишем мой скайп, и вы можете добавить меня, будут вопросы задавать, и если хотите, голосом поговорим. Завтра у нас третий модуль, и завтра я буду дарить вам всем индивидуальную консультацию, да, ее не нужно будет оплачивать. То есть завтра кто будет на вебинаре, и завтра он в четверг, и вы либо в четверг, либо в пятницу, ну, вот посмотрим, как вы получите те клисты первого и второго вебинара, и завтра у вас еще будет возможность записаться ко мне на консультацию, если вам тяжело, и вы еще не определились с темой, да, если у вас еще какие-то есть нюансы, моменты. Завтра мы можем с вами записаться на консультацию до конца недели, и где-то 30 минут моей консультации я вам с удовольствием предоставлю, и вы тоже, вам будет легче, и мне будет легче потом с вами. Вот, так что буду рада. Буду рада. Спасибо огромное. Ольга, спасибо за модерацию. До скорых встреч в эфире. Завтра в это же время. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.